Сегодня наша съемочная группа и я отправляемся в небольшое путешествие, чтобы познакомиться с собаками, которые славятся своим характером. Самые первые бульдоги приехали в Новый Свет еще в 18 веке вместе со своими хозяевами-переселенцами. Для фермеров-первооткрывателей они стали незаменимыми сторожами, охранниками, охотниками и даже пастухами. Такими американские бульдоги остаются и сейчас. Какой же характер у этих собак? Какие они на самом деле, в душе своей? Ну, бульдоги, они по своему характеру очень непрямые, но в то же время собаки очень хорошо обучаемые, очень ласковые, очень любят людей. Наверное, сами видели, да? Зацелуют, залижут, очень любят поиграть. Собаки очень самоуверенные, собаки думающие, то есть собака соображает там что-то, прежде чем сделать, прежде чем какую-то команду выполнить. И, конечно, поскольку собака довольно-таки самоуверенная с сородичами, она как бы не очень контактируется. Я вот прочитала, что человеку, у которого эта собака впервые, лучше не заводить американского бульдога. Все-таки нужен характер, чтобы эту собаку держать. Да, конечно, да. Если вы заводите, хотите завести американского бульдога, у вас должен быть твердый характер, вы должны быть очень ответственны человеком, потому что крупная, большая собака – это всегда ответственность. Потому что собакой надо обязательно позаниматься, УКД. Ну, не УКД, хотя бы послушкой, да, чтобы собака беспредкословно слушалась. Они четко считывают настроение человека, который к вам подходит, да, если человек идет к вам с агрессией, то есть они это четко чувствуют, и они защитят вас. Если человек подходит настроенно, дружелюбно, они подпустят, конечно, человека, и дадут погладить, и поластятся. Можно ли каким-то спортом заниматься с американскими бульдогами? Перетаскиванием тяжестей, да. Занимаются, я знаю, даже танцами с собаками, фристайл, любой вид спорта, который сейчас… То есть, метаскивает бульдог, готовься к своим хозяинам, хоть в горы, хоть… Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Как эти собаки уживаются, к примеру, в квартире? Или лучше все-таки их держать в своем доме? Они в квартире прекрасно уживаются, их не видно и не слышно. То есть, собаки погуляли, у них должен быть хороший выгул в первую очередь. Собак выгулили, они приходят домой, и их не видно, не слышно, они спят просто. То есть, вот этих вот покусанных тапок… Нет, это может быть только в щенячьем возрасте. Как эта порода уживается в одном доме, в одной квартире, с маленькими детьми, с кошками, с другими собаками? Есть ли какие-то особенности? С детьми прекрасно уживаются. У нас, у нашего кобеля, очень много детей, которые живут с кошками. У них там есть еще и собаки в доме. Прекрасно уживаются. Прекрасно. То есть, никаких проблем с этим не будет? Да, своих, с кем они растут, с кем они живут, они, как бы, с ними нормально. На улице, конечно, на кошку могут среагировать уже. Можно ли сказать, что в Челябинске американские бульдоги популярны? Нет. Нет, они не популярны. Хотя есть у нас американские бульдоги в Челябинске, но и разведением никто не занимается. Хорошо, потому что все-таки разведением должен заниматься человек, который понимает что-то в этом, да? Чтобы закреплять у щенков хорошие качества, хорошую анатомию в дальнейшем, да? Чтобы собака без агрессии была к людям. Обязательно все это отслеживается. Конечно же, главный вопрос. Сколько стоит щенок американского бульдога, хороший, правильно выращенный, с адекватной психикой? Ну, цена разница. Это зависит, опять же, от заводчика, какую цену выставят. Ну, 35-50 тысяч. Я знаю даже американских бульдогов, щенков, которых продают и по 80 тысяч. Спасибо вам большое, что пригласили нас все в гости, рассказали об этой прекрасной пароде. Надеюсь, после нашего разговора люди действительно узнают, кто такие американские бульдоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова